По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте противник продолжает активные действия на всех направлениях. По-прежнему сложная ситуация на Покропском, Кураховском, Торецком и Харьковском направлениях. Как отмечают в Генштабе ВСУ, украинские воины даже в чрезвычайно сложных условиях своими профессиональными действиями продолжают наносить российским оккупантам невосполнимые потери. Украинские военные опубликовали видео эпичного разгрома россиян в районе Курахова на Донецком направлении. Там оккупанты отправили на штурм три новейших Т-72, два БТР с десантом и даже группу мотоциклистов. Очевидно, рассчитывали на серьезный успех. Вместо этого были просто ликвидированы. Покровско-Кураховское направление достаточно напряженное, постоянно идут штурмы. Интенсивность штурмов за последнюю неделю увеличилась в несколько раз. Но россияне только сгруппировались, а мы их уже обнаружили и рассеяли по полю боя. Это говорит о мастерстве. На нашем направлении противник иногда очень осторожно выводит технику, но напрямую работу с техникой он не выходит. Приходится находить его в тылах, работать более изобретательно. Успехи мы видим по результатам. Фронт держится. Сергей Цехоцкий. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гонзюка. В эфире марафона «Едыни новыны». Украинские десантники отразили штурм российских оккупантов на Авдеевском направлении. Противник пытался атаковать пехотой на транспортерах-тягачах с десантом на борту. Украинские воины рассказали, что до позиции ВСУ россияне так и не доехали. Их заметила аэроразведка, а операторы ФПВ дронов уничтожили российскую технику вместе со штурмовыми отрядами. Во время дежурства был обнаружен БТР противника, который пытался штурмовать наши позиции. Он заехал в воронку от КАБа, и мы поразили его двумя аккумулятивными зарядами, попали в заднюю часть. Но, в принципе, ему и этого хватило. Он сгорел. Кроме этого, украинские десантники уничтожили танк «Сарай» россиян в районе Новомихайловки Донецкой области. Так называемый «панцерник» противника и его экипаж были остановлены и уничтожены. Как рассказали украинские воины, пилот первым же сбросом устроил эффектное фаер-шоу. Еще 1130 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом также сообщает Генштаб ВСУ. Кроме этого, украинские военные уничтожили еще 7 российских танков, 12 боевых бронемашин, 54 артиллерийские системы и 50 беспилотников. А еще сожгли сотню автомобильной и другой техники противника.